Всем привет! На связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. В этом видеобзоре я хотела бы рассказать вам про акцию от компании JC Diamonds. Здесь есть видео, в котором генеральный директор от компании ювелирной JC Diamonds рассказывает о том, что в моем городе было выбрано 100 случайных пользователей, которые могут пройти опрос, посвященный юбилею компании, и выиграть от 50 до 1500 долларов. Конечно, очень тяжело услышать оригинальный текст за озвучкой, поэтому я сомневаюсь, что то, что говорится при озвучивании, соответствует оригиналу. Также компания JC Diamonds является вымышленной организацией. Такой ювелирной компании не существует. Если не верите, можете погуглить сами, но никакой информации вы найти точно не сможете, так же, как и я. Тем более, здесь нет никакой ссылки на официальный сайт этой крупной ювелирной компании. Если бы она существовала на самом деле, мы хотя бы могли бы перейти на сайт, посмотреть изделие, посмотреть информацию про данную компанию. Но все это просто муляж, а не сайт, для того, чтобы обнадежить вас, что здесь вы можете пройти опрос и получить какие-то деньги. Я нажму кнопку «Пройти опрос». Сейчас выполняется подготовка моей персональной анкеты. Я должна протестировать этот сайт, поэтому пройду опрос и покажу вам, что здесь и как происходит. Сейчас дождемся подготовки вопросов. Итак, первый вопрос. Второй. Сами вопросы я не читаю, потому что на таких сайтах ответы абсолютно не имеют значения. Я ответила на все вопросы. Всего их было 6. Теперь система определяет сумму моего денежного бонуса. От чего это зависит, непонятно. Итак, мой бонус составляет 1023 доллара, либо же 64 588 рублей. Заберу выплату. А забрать ее прям так не получится, потому что в целях соблюдения налогового законодательства вывод денежных средств осуществляется только в валюте рубли. И конвертация долларов в рубли стоит 179 рублей. Как всегда, меня поражает данный платеж. Почему-то мне не могут скинуть деньги в долларах. Любые карты, тем более кошельки, все платежные системы прекрасно поддерживают внутреннюю конвертацию долларов в рубли. Зачем за это платить отдельно? Нажму кнопку. И попаду на страницу оплаты от сервиса ePay. Денежки, которые мы здесь заплатим, поступят автору этого сайта под ником ByteBonyMedia. Это я узнаю на самом сервисе ePay. Мы можем посмотреть дополнительные цены к этому сайту. А их здесь ни много ни мало, а целых 16 штук. Сразу становится понятно, зачем был создан данный опрос. 179 рублей – это первый платеж. Потом платежи будут становиться больше и больше. Но, думаю, вы сразу поняли, что здесь никто никому ничего не выплатит. Учитывая все эти платежи. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, то попадем на сайт Jessica Diamonds, где уже авторизированы, где уже с нас требуют деньги. И это подтверждает авторство ByteBonyMedia. Сейчас я в качестве теста оплачу 179 рублей. Пока поставлю видео на паузу. Потом возобновлю его, когда оплата будет зачислена. И посмотрим, ожидает ли у нас следующий платеж или нет. Я оплатила конвертацию доллара в рубли. И что же я вижу дальше? Как и ожидалось, теперь с меня требует 498 рублей за аренду транзитного счета. И здесь у меня нет особого выбора, кроме как нажать кнопку «Оплатить аренду». И снова повторяется вся эпопея с страницей оплаты, с оплатой платежей. И так будет еще очень-очень долго. Вернее, целых 16 раз нужно будет платить на этом сайте. Но, конечно, оплачивать этот платеж я не буду. Я не буду пополнять карман мошенника. С самого начала, в принципе, я знала, что это мошеннический сайт. Потому что на этом сайте предоставлялась информация, как можно сказать, ложная. Потому что никакой компании «Джесси Даймондс» не существует. А если не существует компания, то и никакого опроса существовать тоже не может. Зато существует вполне реальный мошенник, который собирает с людей деньги, зарабатывает с помощью этого. И я надеюсь, что вы не пополните число тех, кто отдаст ему свои денежки. Я не советую вам этот сайт. Думаю, вы сами это поняли. А с вами на связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч!